Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сёння с рабочим визитом знаходится у Гомеле. Первый пункт программы – будовничная пляцовка детячей областной клиничной больницы. Работы на социально-значном объекте ведутся у ответственности с планом. Узведение больницы предугледживает пять этапов. Завершение будовничества заплановано на липень 2018 года. У дальнейшей программе визиту Андрея Кобякова наведывание территории новых забудовлев и Гомельского дома будовничества комбината. Там премьер-министр Беларуси принял делу на радио по перспективах жильевого будовничества на пять годов. Обмерковывались меры по повышении якости, скорочении терминов у воду и кошту будовничества. Подробязный материал глядите у наших наступных выпусках. До інших тем. 7 680 человек у Гомельской области заплатили сбор на финансование держвыдатков по стане на 23 лютого. Такие дадзины привели у областной податковой инспекции. При этом податковыми органами вызволены от выплаты сбору 15 тысяч человек. И рабочими группами у Выканкамах больше, как полторы тысячи. Нагадаем, при податковых инспекциях у сих районов области працуют штоденные промые линии. Протягиваются и особистые приемы. Информация про место и час их проведения, а так само номеры телефонов гарачих линий, размещены на головных сторонках официнных сайтов ГАР Рай Выканкамов. До речи, начальник ГАР по работе со зворотами граждан и юридичных особ администрации президента Республики Беларусь Рыгор Шлык провел сегодня другий прием Жахаров Гомельской области. У Будыка Шалевский райвыканкам пришли около 20 человек, причем не которые приехали из других районов. Найбольше расповсюдженное питание, которое разглядалось во время приема, – приватизация жилья. Люди, я хвалю, первое, за все кошт квартир, которые, на их думку, часто завышены. Теперь до этой темы вырошено звернуться знову специалисты райвыканкама проверять усе звороты, а прача тагони, которые садзвернувшихся узняли пытание праца уладковання. Сегодня у мясцовым центры занятостей наличвается каля 220 вакансий, что значна больше колькости официйно зарегистрованных беспрацовных. Але на рынку працы запатрабаванная у першу чаргу люди с высшейшей и средней специальной адукацией. Некальки человек звернулися на контрреализации декрета номер 3, причем сярод их оказались и представники інших районов – Кармянского, Рогачевского, а так само города Гомеля. Гэтае питание, да речи, часто уздымалося и подчас попереднего приема областным центрым. На думку Рыгора Шлыка, тут необходимы выключны индивидуальный подыход, а решение повинны приматься на корысть конкретного человека. У каждого своя жизненная ситуация. Каждый вопрос, даже не поставлен на контроль, он конкретно изучается, исходя из той или иной ситуации, в которую обращался тот или иной человек. Наша установка, мы так считаем, что здесь максимально, даже есть не только минимальные сомнения, какое решение принимать за гражданина или против гражданин. Даже если большие сомнения, мы все равно считаем, что здесь мы должны встать на сторону и будем встать на сторону этого простого человека. Патриотизм, мужность, мир. Гэтае три словы стали слоганом миротворчо-патриотичной акции Гомельского отделения Беларуского фонда миру. Она прошла у Рогачеве с нагоды одразу двух знаменальных дат. Под обязанностями Володая Ганна Ковалева. В зале Рогачевской средней школы номер два больше, чем 100 человек. За одного боку молодое поколение граждан, старшоклассники, студенты з иншого поколения военных годов, ветераны войны, працы и вязни фашистских концлагеров. Для усіх этот день особливый. День оборонцов Айчэн тут означает одночасово с днем вызволения родного города. Об славных и складанных сторонках истории Рогачева, его военных стратах и одновлений молодому поколению рассказали те, кто бачил усёг это на свои очи и кто сам был удельником подей. Сейчас я бы сказал, как тогда мы не боялись. Я ещё был молодой, я этого не понимал. И все такие были, все молодые. Командир только у нас был, этот самый командир орудия. Он был в нем в годах. А бои были очень опасные. Дарычу святка оккупации, вызволения города и сам будинок этой школы. Всё лето ему исполняется 110 годов. Установа носит имя Виталя Колесникова, героя Советского Союза, урадженца Рогачева и его вызволителя. У память об таких, как он подчас акции, была и вязница Азарыча у Алла Осипова запалила свечку, на якой на розных мовах свету написано слово «мир». Я угнана в концлагерь Азаричи, была семьёй из семи человек. Было мне три года и девять месяцев. И я, конечно, случайно осталась жива, потому что, когда у мамы отобрал эту клуночку со мной, немец такой, я помню его, запомнила очень. Высокий фашист в кожаном пальто. Он навёл на меня, но мама упала на колени, давай плакать и просить, чтобы он отпустил Кляйна. И он что-то в нём дрогнуло, и он пожалел меня и отпустил. Вот таким путём я осталась жива. И мне очень нравится то, что это стимулирует мою жизнь и продляет её, что я вот именно общаюсь с молодым поколением. З одного боку рассказать, якой была война, а з іншиха звернуть увагу на значность миротворчасті. Об этом с молоддю так сам размовляли представники комиссарията, керавництво города и дейчей культуры. У отказ юной Жухары Рогачёва вышли на сцену к пресс-поэзию, выказать подяку ветеранам и рассказать об своих миротворчих досягнениях. И вот всё это вместе мы хотим обратиться к нашей молодёжи, чтобы они услышали, что было, что есть, и чтобы они делали всё возможное, чтобы именно у нас в республике было согласие, взаимопонимание, стабильность, безопасность, чтобы именно мы жили под мирным небом. Это будет, наверное, самое главное. Ганна Ковалёва, Игорь Марышченко, телерадио «Кампания Гомель», Рогачёвский район. Сегодня начальник управления Держаутоинспекции и управления внутренних справ Гомельского Аблова-Канкама Игорь Александрович Макушенко откажет на пытании телеглядачоу. У 19.01.20 хвилин глядите на телеканале «Беларусь-4» интерактивную программу «Деалог». Па час эфиру будет працывать телефон про мой линии. Паведомить об хвалючих проблемах, выказать конструктивные пропановы на контрорганизации дорожного руху можно по номеру 77-68-45. Слухачи областного радио приняли у делу акции под назвой «112 кроков до безпеки». Автомобиль у МНС, який постоянно перемещался по улицах города, допомагали подказки радио ведущихам. Итак, прямо сейчас, друзья, где-то в нашем городе находится оперативный автомобиль спасателей. Его очень просто узнать. Он имеет ярко выраженный красный цвет. Мало только зауважить ауто, треба еще отказать на питании супрацовников МНС. За правильный отказ, специальный подарунок и макшимость повиншовать своих знакомых с Днем оборонцов Айчины. По признании самих удельников акции, питания казались не вельми складанными, однако некоторые из них примушали задуматься. Например, что такое притопочный лист Константин Пяткевич узгадал не одразу. Если бы была возможность немножко поразмыслить, я бы, наверное, догадался. Ну, притопочный – это значит. Ну, топка, наверное, приз, значит, возле топки. Вот поэтому по десятибальной системе, я думаю, на баллов, ну, по сложности, на баллов, наверное, восемь. Организаторы акции упевнены, что подобные мероприемствы дозволят закрыть пробелы граждан у ведах об пожарной беспеции. У Гомеля отбылся третий областный конкурс юных музыкантов «Музыка дитячей души». У делу им приняли дети-сироты, дети с асабливостями психофизичного развития. На сцене Гомельского державного колледжа мастацтва у имя Соколовского юные таленты демонстрывали свои творчые здольности. На конкурс приехали 20 детей самых разных кутков нашего региона. Яны выступали у двух номинациях вокал и инструментальная музыка. Сярут дятей с обмежеванными махчимостями есть вельми талиновитые, яким минавито творчости вера у свои силы допомагают передольвать житевые складанности. Минавито для таких девчонок и хлопчиков областное отделение Белорусского детячего фонда и проводить конкурс «Музыка детячей души». В этом году мы проводим это мероприятие в колледже Соколовского, для того, чтобы ребята, может быть, задумались о будущем поступлении сюда. То есть и педагоги оценивают, которые данное мероприятие, они посмотрят и, возможно, кого-то присмотрят, возьмут контакты и будут с этим ребенком в дальнейшем поддерживать какие-то отношения для дальнейшего поступления. Наступный выпуск новинов на телеканале «Беларусь 4 Гоми» глядите у 21. А зараз у эфиры «Спортивный огляд». З новинами спорта у вас познайомить мой коллега Максим Савин. Редактор субтитров А.Семкин